Смотри на мамочку, красавчик! Всем привет, друзья! У нас осень-осень. Отстригли травку. Сейчас, наверное, буду брызгать свои эпифилумы и заносить их в теплицу. Некоторые гонят бутоны. И пусть они в теплице у меня подсыхают. Потому что пришло время понемножечку думать о зимовке эпифилумов. Вот здесь у меня еще есть бутоны. И он весь в таких пупырышках. Это все будущие бутоны. Что у нас? Несмотря на то, что осень, у нас малинка. Мы ее лопаем. Вкусняшка. Вот. Здесь у меня тоже есть немножко. Несколько эпифилумов маленьких. Это вот в этом году мне дали Кинг Мадас или Мидас. Мидас. Два листочка принялись, как я вижу. Плотно сидят. Сейчас буду брызгать эпифилумы. Я уже развела лекарства для них от мучнистого червеца. И вот поглядите бутоны. Некоторые мне не нравятся, как цветут. На следующий год буду смотреть. Возможно, что-то раздарю, что-то подарю. В общем, такие дела. Ну что ж, буду брызгать. Вот еще покажу. Вот здесь вот розовый был красивый. Вот еще бутушка. Я его очень хорошо покромсала. Буквально недавно. Месяц назад или когда. Вот это вот мне не нравится. Тоже, наверное, обкромсаю. И буду брызгать и прятать в теплицу. Вот и курочки у соседей. Уже все снимают урожаи. Будут варить варенье. Курочки бегают. Красотень. Радостное чувство испытывает цветовод, когда весной выносит все свои растения на воздух. И, конечно же, неприятно, когда уже все наступает глубокая осень. Наступает зима. И вот везде сейчас я здесь подсушиваю свои эпифилумы. Еще не все я их занесла. вот это свое чудо шикарное. Повесила на цириус пока. Пускай здесь поваляется немножко. Потом посмотрю, куда поставить. Вот так все развесила. Но не знаю. Еще некоторые будут свести. Такой глобальной обрезки, как я думала, проводить нечего. Есть один эпифилум, который погрызли улитки. Но это уже достоит до весны. И дай бог тогда уже будем смотреть, как они перенесут зиму. Побрызгала сейчас через неделю. Когда они высохнут, и я их смогу перенести в подвал, я их еще раз обрызгаю от мучнистого червеца и от клеща. Вот. Вот здесь еще есть бутоны, на которых бутоны есть. Я им дам возможность процвести. Ну, у меня есть такие эпифилумы. Допустим, вот в честь Наполеона Бонапарта вот уже набирает бутоны. Этот сорт Бонни называется. Он цветет даже зимой. Очень интересное растение. В этом году они хорошо, прекрасно звели. Кто смотрит мои видео, тот знает. Ну, что ж, друзья, немного рассказала и показала. Зимой еще буду, вероятно, снимать видео, как они себя чувствуют уже на зимовке в подвале. Но это будет потом. Желаю вам всего самого наилучшего. Хорошей зимовки ваших растений. Спасибо большое за подписку, лайки, комментарии. Благодарю вас. До субтитры за субтитры